Здравствуйте, Фёдор. Здравствуйте. Мы с вами встречаемся в рамках проекта «Диалогия об искусстве». И сегодня тема нашего с вами беседы – это картина «Воснецова. Спящая царевна». Да? Да, совершенно верно. Да. Мне было бы интересно узнать историю создания этой картины, если вы можете как художник это рассказать. Ну, во-первых, это поэма семи сказок. Начнём с того, что туда входит ещё Баба-Яга, Царевна-Лягушка, Царевна-Несмеяна, Кощей-Бессмертный, Сивка-Бурка, ну и, конечно, Ковёр-Самолёт. Это уже более поздняя, новая версия Ковёра-Самолёта. Как бы Сивка-Бурка, да? А с чего ещё началось? Ну, во-первых, понимаете, это была уникальная вещь в то время, ну и поныне, что вообще, если взять Васнецова Виктора Михайловича и также его брата Аполлинария Михайловича Васнецова, то они что сделали? Они создали новый русский стиль. Не просто его создали, а они возродили и показали его во всей красе. Во всей красе, в яркости, такой, какой он был во Древней Руси, по сути, да? То есть русский узор древнего русского узора. Ну, если мы рассмотрим эту картину, да? Да, да. То здесь узоры, наверное, только на платьях, если... Хотя нет, вот на самом деле... Ну, да, да. Я же говорю, понимаете, в чём дело, Анастасия Олеговна, я говорю не только об узоре, я говорю ещё и о конкретных символических вещах. Например? Некий символизм. Потому что, ну, Васнецова можно смело назвать фольклорной живописи, да? Потому что он не только как бы создал и воссоздал русский стиль, он сделал от маленькой, станковой, да, даже до иллюстративной такой, да, картины, то есть иллюстрации, сделал большую монументальную живопись, большое полотно. Ну, он, по сути, сказку превратил в огромную... Реальность. Реальность, да. И мы видим от станковости, мы видим большую монументальность в его работах, да? Хорошо. А какой размер этой работы? Это размер 2 примерно на 4 с половиной метров. Она находится... Это огромная работа. Это гигантская работа. Она находится в доме музея Васнецова, так что всех туда прошу и жалую, кто будет в Москве, это нужно обязательно увидеть. Ну, и это было сделано, собственно, по черчежам самого Васнецова Виктора Михайловича, поскольку он был ещё и архитектор. Ну, насколько я понимаю, здесь поднят сюжет сказки Жуковского о спящей царевне, потому что мы здесь видим, ну, собственно, спящее царство, дремучий лес кругом, да? И сам Жуковский, насколько я помню, соревновался с Пушкиным. У Пушкина тоже есть сказка о семьях бутырях спящей царевне. Вот, но я думаю, что эта часть переложена именно по Жуковскому. А сам Жуковский идею взял у Перо. А Перо братьев Гримм, а братьев Гримм в народной германской вообще мифологии, если уж на то пошло. Но, насколько я вижу, здесь как раз есть прялочка за самой царевной, и здесь всё очень живое, здесь очень живой сон. Он как бы не мёртвый, да? Всё замерло. Ну, и в самой сказке всё описывалось как что-то замершее. Ну, да, совершенно верно. Он, получается, остановил движение, он остановил жизнь людей, но при этом здесь присутствует кроме статичности, да, то есть если это позвать как статику, да, он эту статику увековечил, увековечил на века, да, то есть мы видим какую-то ежесекундную моментность жизни, да, которую он взял и просто остановил, он оставил время. А если поговорить о композиции? Ну, если говорить о композиции, то здесь, конечно, всё очень сложно, строго распределено, то есть здесь можно взять, можно её, конечно, разбить на геометрические фигуры, из этого сделать такой супрематизм, да, как бы композиционный. Ну, почему нет, да, то есть здесь можно увидеть ромбиковидный и такой вот прямоугольный, прямоугольный, который делит картину, да, то есть делая под углом саму картину, то есть он ставит, если вы увидите горизонт, да, он почти наравне самой царевны, да, посередине. Но царевна, совершенно верно, она и в центре, но при этом она чуть выше центра, то есть уже выше горизонта, понимаете, то есть здесь также можно обозвать это, как и золотой сечень. Да, но мы сразу, глядя на эту картину, попадаем на саму царевну, на её безжизненную руку и так далее, но она при этом не кажется мёртвой, то есть всё это не кажется мёртвым, всё это довольно-таки живое, как будто вот сейчас они уснули и там не 300 лет они там уже лежат, а сейчас они проснутся. Да, да, совершенно верно, совершенно верно. И что самое интересное, на что я обращаю внимание, это ребёнок, который спит на книге, то есть она получается ровно под самой царевной, ну чисто композиционно, да, вот люди, которые справа и слева, они как бы замыкают в круг, да, всю композицию, а вот ребёнок, она очень интересно здесь лежит, очень интересно. Да, но ребёнок, он олицетворяет и, скажем так, некую семейную часть картины, да, то есть он даёт нам ощущение ещё семьи, уюта и вообще-то традиции, да, то есть традиционного, мы также можем видеть, уклада людей, вот, то есть мать и ребёнок, здесь непосредственно это очень интересно. Да, но царевна ещё не было детей тогда. Дело не в этом, да, то есть речь вот именно об укладе, вообще русской традиционной, скажем, ну, Паснецов взял всё хорошее, потому что мы можем увидеть сказки «Братьев Гримма» и «Шарль Пьюро», они достаточно жестоки, да, и всё несёт в себе добра, вот. А несмотря на то, что даже здесь лес такой чёрен, бездомен, нет, русский лес, он его также очень сказочно, красиво, вот, преподносит для зрителей и маленького, и большого. Мне кажется, что здесь уже дело идёт к развязке, когда уже 300 лет она проспала, и вот сейчас должен зайти королевич, и мы как бы видим глазами, своими глазами, что бы увидел сам королевич, когда бы туда зашёл, к этой спящей царевне. Да, да, совершенно верно. Да, потому что там уже появляется на заднем фоне солнышко, и лес уже не такой дремучий, и по самой сказке, чтобы царевну никто не тревожил, на все эти 300 лет вокруг вырос такой лес с тёрными там шиповниками и непролазными кустами, что каждый, кто туда заходил, не выходил больше оттуда. Но здесь этого нет. То есть это уже какой-то рассвет, и там уже солнышко на заднем плане, сквозь телем как-то светит. Да, да, да. Вы совершенно верно заметили, Анастасия, потому что здесь присутствует также именно момент, когда, возможно, она сейчас вот уже проснётся. То есть случится то чудо, когда, ну, всё оживёт. Да, а как вы считаете впечатление ваше как художника от цвета, композиции, от самой этой картины в целом? Вы её видели вживую? Да, вы знаете, я эту картину видел вживую и видел непосредственно вдоль музея Васнецова. Меня впечатлило просто, я думаю... Что пытался передать художник? Не только, да, вы знаете, не только масштаб. Здесь дело даже не в масштабе, потому что мы часто знаем, что масштаб, он играет роль, скажем, не самую главную, потому что в масштабе можно ошибиться. Ошибиться каким образом? В чувствах. Мы часто художники, и вообще художник, он может не досказать свою мысль в большом размере, но высказаться полностью и в размере маленьком, да? Но этого не ощущается. В этом большом полотне вот эта монументальность, она играет главную роль, и она её и спасает. Она бы маленькой не выглядела никак. Поэтому она монументальна, она производит ощущение магии, волшебности, которую художник, собственно, передал. И передал он это, конечно, с помощью цвета. Мы видим здесь, заметьте, цвета очень интересные, да? Они магические также. То есть здесь присутствует красный... Красный? Да, совершенно верно. Красный, фиолетовый. Посмотрите, у старика фиолетово-синяя такая. Ну, это, скажем, можно назвать ультрамарином, но там присутствует, если ближе смотреть на картину с натуры, там присутствуют фиолетовые оттенки, что даёт, опять же, ну, волшебство, да? То есть какую-то такую вот... Сказочность. Да, сказочность и пастельность в цветах, что даёт ощущение со сна. Прекрасно. Прекрасно. Надеюсь, что мы с вами будем встречаться почаще и обсуждать разные картины. Вот. Сегодня со мной беседовал замечательный художник Фёдор Усачёв. Все ваши контакты будут внизу под видео. Спасибо вам большое. Не за что. Я хотел бы ещё сказать, что был рад всех слышать. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо.